Присевал на туполе? Да, все простил Э-э, они такие чё они такие Все они такие Пока не попадет на нормальную хуйню По-моему просто, блядь Целую жопу, Гурцова наставали, блядь Я не знаю, что здесь Я не знаю, что здесь Чего нахуй? Может быть не сходить? Сейчас не будет причин остановки Сейчас я все здесь лягу, нахуй Причина его остановки, дебил, ебаный С часом, нахуй Пидать, там пока охота будет, сказать, дара закончилась Я специально вижу, бери Оске, что там делать Да я не знаю, нахуй, пизду, что там Оске делать Он пока на братья скажет, потому что тупые, нахуй Он сразу напишет, что изначально согласен, водитель Он здесь садил А как вы видите, романа? Весь молодой сидит Здесь молодой сидит, там вот где-то он скидывал фотки Справа прижимаемся Я не знаю, я так осьяна, не так что мы завершаем Решение по делу административного правонарушения Ваша удовлетворена жалоба на постановление И назначить по новому рассмотрению Да, конечно, ручки есть Даже в огромном количестве после моего разговора с начальством Собственно, для чего мы пришли Ну, я лично сюда пришел Чтобы уведомить Это ГИБДД О том, что их решение по жалобе Об отмене постановления в отношении меня за красный свет И отправление дела на нового рассмотрения Обжаловано мной в Хорошевский городской суд Сегодня Районный, да Хорошевский районный суд Сегодня оно обжаловано мной И, соответственно, в законную силу не вступает Соответственно, рассмотрение Назначенное на 28-ое число Ну, нового дела, да Оно не состоится Вот, потому что я убежден То, что производство по делу должно быть прекращено А моя жалоба удовлетворена в полном объеме Хотя Ткаченко Николай Николаевич Удовлетворил мою жалобу в полном объеме, как он написал Но по факту не в полном Потому что я просил производство прекратить Но он не прекратил Сейчас уведомим его, чтобы он просто не ждал Ну, мне очень понравилось Получается, обжалов о постановлении, правильно? Об отмене постановления Ну, решения по моей жалобе, которые удовлетворили А почему-то на какое-то рассмотрение чего они А я не понял, вот он сказал удовлетворение Жалобу удовлетворил, но почему-то не в полном объеме Но он не указал это Так рассматривать, что будут? Тут? Уже ничего не будут В суде будут рассматривать Нет, ты говоришь на какие-то сроки А, ну мы И как бы он обозначил то, что 28 числа будет рассмотрение Чего? Дело Он же наоборот рассмотреть дело, правильно? Он отменил то постановление и отправил дело Но он уже смотрел Получается, ты обжаловал постановление, которое отменено? Я обжаловал решение об отмене постановления Тень на плетень Да Ну Опасно, опасно иметь с нами дело Мы можем обжаловать даже решение, которым удовлетворяется наше заявление Да вообще беспредел полный Вот Документ А вот копия для отметки На решение самого ДПФ, да? Да Да Это Жалобы на решение по жалобе Даже с на улице Не, имеется ввиду, что не на наше решение Самое главное Не, не, не на наше А у вас нету это скрипит? Скрипит Спасибо большое Мы подали по одному заявлению Уведомили ГПДДУ о том, что мы собственно обжаловали их постановление Вернее решение по жалобе, которое отменяло их постановление Так, я не согласен Я не согласен Я на это не подписывался Производство по делу должно быть прекращено А не отправлено какое-то новое рассмотрение с протоколом Которое, очевидно, не проходит никаким требованиям процессуальным Но, однако, он же Мои права считаются не нарушенным А то, что постановление отменено Это оно по-любому должно быть отменено Но производство по делу должно быть прекращено Потому что невосполнимы, как я считаю, процессуальные нарушения Не говоря уж о том, что отсутствуют доказательства вообще какие-либо моей вины Проверяем Подписывайтесь на наш канал «Кудэте» Куда пойдете? В креслочки Сумочку давайте взглянем Давайте Закрещенная колючка Съемка? А где снимать собираетесь? Не здесь, у вас. А честненько прочь, пожалуйста. Если у нас, то с разрешения о суде или... Да, я знаю. Следующий, пожалуйста. Не для этого. Вот здесь. Насчет съемки, хорошо? Да, да. С разрешения о суде и не забывайте. Хорошо. Не камера у вас? Вы видите, что сейчас записано? Я вам вопрос. Это камера у вас? Это телефон, который может записывать аудио. На который установлен микрофон. Для того, чтобы записывать качественно. Насчет камеры у нас тут нужна видеозапись. С разрешения приседать. С разрешения приседать. Все верно. Вы другу услышали? Да. Спасибо. Вы это и говорите, вы знаете. Опять 17-3 составили? Они потом платить будут? Что это делать? Они платят. Они платят. Они платят. Это не тем, кто за коленом вылетел. Представляешь? Вроде гнала стоит. Их промахали. Да. Саджи, как Александр. У вас не видит съемка? Нет. Я не видит. А если микрофон будет опущен? Плохо будет? Да. А это направлено никак. Да. Вы предупредили на ответственности, да? Это разрешение приседать присуда съемку производства? Ну там чуть-чуть не так. Там разрешается. То есть это уведомительный характер. И он не запрещается, а разрешается. Он принимает решение приседать? Да. Председательствующий по делу. Да. Принимает решение. Но принимает заведомо положительное решение. Что-то с Сафромом явился. С вам Сафромом явился? Конечно. Еще кто явился? Защитник. По ордеру или по доверности? Ходотайск. По обществу. Допущенный в деле? Нет. Ходотайск не надо. Там в деле есть допуск. Без доверности. Ну зачем? А он в принципе есть. Нет. Я понимаю. Что есть? Андрей Николаевич. Вы решили нас посетить? Добровольно или по вызову? Вы слышите. А? Что за Андрей Николаевич? Денисинку. Да, Денисинку. Вы свидетель, да? У нас просто свидетели до вызова сидят в коридорчике. Нет. Ничего страшного. Ну ничего, ничего. Вы можете как бы, чтобы просто вас не... Чтобы нам вас не отвели потом. Что я раз вижу, что человек, который проехал на запрещающийся у нас какого-то, связанными видео-доказательствами, Бог хочет что-то схватить. Не хочет что-то схватить. Столько раз вижу сотрудку полиции, которая не имеет вообще представления о том, что такое процессуальные действия и что такое рассмотрение административного дела. Каждый первый. То есть, если есть наручитель, да, у нас есть вторая часть. Правильно оформлен. Угу. На десять отжиманий у вас, спорю, вы не обладаете такими знаниями. Да. А за шипы-то вы штраф получили, нет? Не были. На тот момент не были отменены. Были. Не были. 28 ноября только вышло постановление и 7 ноября только были отменены декабря декабря ну вот так что вы сначала себя привлеките там к ответственности хотя учитывая грамотность ваших напарников я думаю вы тоже смогли бы оспорить шипы а так в основном если вы составляете материал все обычно соглашаются граждану дальше мы говорим в первый раз видите ну как по статистике примерно по ощущениям нет одна часть а вообще люди то есть в основном в основном соглашались не явно со другом не но так как по ощущениям много людей отказывается у вас практик а у вас такой же случай индивид индивид это когда он составил сначала вынес и признал меня виновным а потом со мной познакомиться такой случай да нет просто это происходит она столько постоянно на сегодняшний день уверен что в этом нет ничего зазобного ну и что такого то есть ткаченко как николай николаевич сказал типы все отменить я уверен сейчас в ходе допроса будет уже применять терминологию не сотрудника полиции на которую знает как рассматривать дело он будет я сто процентов у меня применять терминологию прохожего ну вот мы уже увидим это сейчас день всем как убежал а нахрон есть для после этого когда то есть а если она захочет она судя по всему она скажет что в решении это самое решит вопрос и заявление в ходотесте она скорее так скажет что в ходотесте предждевременно и что но так они всегда делали не всегда ради бога вот такой так сделать давай на если сам видишь предыдущий станции разрешено Продолжение следует... 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 То есть, чтобы четко в следующий раз, чтобы сотрудники полиции посмотрели, как это все происходит, как суды у нас точно по закону работают, как не позволяют никаких нарушений закона, как отменяют постановления незаконно вынесенные, чтобы это все не проходило, чтобы у нас не продолжалось так, что они сначала напишут, а потом думают. Я считаю, что это все надо осветить, и для этого им нужна видеосъемка судебного заседания, а именно, я думаю, вас-то, если вы не желаете, то снимать не надо, то есть вот эта вот часть, как сказать, свидетельскую трибуну. Ваша честь, добавить хотел бы. Согласно статье 24.3 Кодекса об административных правонарушениях, ходатайство об ведении видеозаписи в ходе судебного заседания разрешается судом не так, как вы сослались, простите, на председателя суда, а непосредственно судью и рассматривающий дело, и прошу обратить внимание на то, что данное ходатайство разрешается, а не запрещается. Прошу данное ходатайство удовлетворить, так как пояснил мой доверитель, мой подзащитный, я также являюсь корреспондентом издания «Красная Москва», и по заданию своего редактора, депутата Государственной Думы Рашкина, получил задание о публикации данного дела. Тема публикации «Процессуальные действия при нарушениях правил дорожного движения». Ваша честь, хотел бы добавить, что у нас дело ни к какой государственной тайне, либо к каким-то несовершеннолетним отношениям не имеет, так что никакие права в данном случае видеосъемкой нарушены быть не могут в принципе, поэтому считаю необходимым ходатайство удовлетворить. Все, Ваша честь. Да, хочу предупредить суд о том, что в случае удовлетворения данного ходатайства видеозапись будет осуществляться без шумов затвора, никаким образом не будет мешать ходу просмотрения данного дела. Без передвижений по залу. И если суд сочтет нужным не направлять видеокамеру в сторону суда непосредственно, то мы возражать не будем. Спасибо. 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 Ваша честь, прошу вы можете допросить в качестве свидетеля по данному делу в отношении Сафронова, Павла Владимировича, Арсентьева Владимирова Викторовича, явка которого обеспечена. Подождите, помогу перейти? Да, пожалуйста. Продолжение каких долгов на этом данном свидетеле? Данному свидетелю известно обстоятельства грубейших процессуальных нарушений при рассмотрении дела в отношении Сафронова, а именно грубейших нарушений, допущенных капитаном полиции Денисенковым. Ну, это, пожалуй, все, да. И его показания считают, что будут играть решающую роль в исходе данного дела. Добавлю в вашу честь, что ходатайство о его опросе заявлялось также на месте, ну, так называемом рассмотрении дела. Однако оно не было на него реакции никаким образом со стороны должных лиц, в производстве которых на тот момент находилось административное дело. То есть оно было оставлено просто без внимания в нарушении статьи 24.4 Кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях. Так же можете посмотреть там. Прежде чем разрешить данное подательство, вопрос. Вы можете получить нарушение суда, правильно? Пожалуйста, выключите связь, переведите в такой режим, чтобы они не мешают. В ходу судебного заседания. Этот вопрос уже был рассмотрен. Ваша честь, мы в данном случае обжалуем решение должностного лица по жалобе на поделы на среднем правонарушении. То есть должностное лицо, он вышестоящее, отменило постановление, однако производство поделы не прекратило, а направило дело на новое рассмотрение. Наша же позиция заключается в том, что такие процессуальные нарушения, которые были допущены при вынесении постановления, не могут быть восполнены при повторном рассмотрении дела. По существу. По существу именно, да. Ваша позиция поняла. Есть ли какие-либо сведения о том, выносилось ли повторное постановление о Вашей жалобе должностным лицом? Повторное постановление? После отмены? Нет, не выносилось, в большей части. Не выносилось. Хорошо. А Вам эта информация известна, откуда, что не выносилось? Непосредственно вот от должностного лица. То есть мы с ним созванивались. Телефон он нам сообщил, что не выносилось? Да. Хорошо. Суд на месте определил, ходатайство о вызове в качестве свидетеля по делу Арсентьева Владимира Викторовича оставить открытым, вернуться к рассматриванию данного ходатайства после получения доказательств по делу. Поскольку в днику наты материалов дела, а именно отсутствия сведений о повторном рассмотрении дела после отмены постановления каких-либо сведений о вынесении процессуального решения или не вынесении процессуального решения, материал в дело не содержится. Поэтому запрашиваем эту дополнительную информацию, чтобы было понимано, как рассмотрят в итоге Ваш вопрос. вызвано и эти договоры постановлены не поделаны. Поэтому делаем себя на связи с этим окладным. Я по свидетелю, если мы не окладим, пожалуйста, обеспечивайтесь предстоятельно. Хорошо. Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон»